Привет! Сегодняшний выпуск будет для девочек. Это выпуск по уходу за волосами, о том, как я ухаживаю за своими волосами и какие экологические средства, натуральные средства я для этого использую. Наверное, видеоформат будет более интересен моим читателям, моим подписчикам, поэтому добро пожаловать на мой YouTube канал. Почему эко-бьюти? Потому что мне интересно именно направление ухода за собой с наименьшими, скажем так, последствиями для окружающей среды, а также для наших братьев, наших нижних. Итак, несколько месяцев назад мне пришло в голову, что для того, чтобы отрастить наконец свои волосы, за ними нужно ухаживать. Ну, собственно, не секрет ни для кого, что не все мы обладаем шикарными шевелюрами и что часто отрастая до определенного момента, наши волосы почему-то начинают сечься, отваливаться, ломаться кусочками и... Да, как ужасно это звучит. И, собственно, отрастить их дальше не получается, потому что приходится идти стрижься и все, что отросло, оно все... Состригается добрым брикмахером, который обычно как бы не жалеет и вместо двух сантиметров стрижет все пять. Вот. Далеко уйти с отращиванием волос мне пока не удалось, потому что занимаюсь я этим усиленно, наверное, месяца два. И месяца три-четыре я так в целом думаю об этом. То есть первые два месяца я как-то слегка ухаживала за ними. Сейчас я делаю это действительно интенсивно. О том, что волосы мои до этого были в ужасном совершенно состоянии. То есть это была какая-то непонятная мочалка, которая пушилась. Хорошо они выглядели только если наложить на них было укладочное средство, то есть пенку, и сделать какие-то кудряшки. Тогда это еще как-то получалось, причем диффузором, то есть тогда голова имела вид. Все остальное время это просто взрыв на макаронной фабрике, причем они очень красивые. Те, у кого такие же кудрявые, пушистые волосы, они очень легкие, сухие, и при этом из-за химического воздействия они практически не вьются уже сейчас. Ну, то есть вьются очень плохо. То, что вы увидите вот эти кудри, это впервые за долгое время у меня действительно удалось получить какие-то кудри, они сами завились. Потому что волосы стали более насыщен, не такой сухой, как бы я даже их трогаю, они очень мягкие на ощупь. И что действительно дало результат, то есть когда я поняла, что результат достигнут, это когда муж сказал, что у тебя правда стали бархатные волосы. А до этого это была жесткая такая мочалка. И поэтому я решила, что может быть я расскажу об этом вам, и вам будет интересно. Да, в общем-то собралась всем этим заняться. То есть отрастить волосы. Я сначала долго изучала интернет, я посмотрела очень много блогов, в том числе бьюти-блогеров, которые мне девочки очень помогли, спасибо им за это. Очень много полезной информации узнала, прочитала очень много статей. И начала просто экспериментировать, пробовать на себе. То есть первое, что мы должны понимать, это что нужно нашим волосам, да, что с ними происходит. То есть у меня была жуткая сухость, у меня не было выпадения волос, да, но волосы страдали безумной сухостью. То есть вот сантиметра два, наверное, они были нормальные, там может быть пять. А дальше шла просто такая мочалка, а концы вообще были сухой щеткой. И от этого они, конечно, ломались, страдали, страдала я. И, собственно, можно было привести их в порядок горячим утюжком, но это жестокая мира, я считаю. Первое, что я сделала, это я отказалась от красок. То есть мой любимый рыжий цвет, я всегда красилась красками. И одна моя знакомая, Даша, спасибо тебе, порекомендовала мне воспользоваться хной. Потому что она сама покрасилась хной, у нее получился рыжий-рыжий цвет. Я боялась, что хна даст красный оттенок, но это не так. Вот то, что вы видите сейчас у меня на волосах, это обычная лашесть. Вы будете так же, что если вы покрасились хной, то не стоит экспериментировать и краситься потом химическими красителями. Можно стать зеленой, особенно если вы решили обесцветиться. То есть должно пройти, наверное, около полугода, и то я бы не рискнула на всю голову что-то наносить, а попробовать только прятать. Я, конечно, понимаю, что ситуация может быть такая, что отказаться от краски или заменить ее хной невозможно. И к этому не призываю, все-таки мы должны быть красивыми. Однако я советую заменить обычные масс-маркетовские краски для волос профессиональными красками, потому что качество волос будет совершенно другое. Я лично на себе это и спробовала, когда пользовалась краской L'Oreal. Цвет был тот же самый, но качество волос было совершенно другое. То есть это ни в какое сравнение не лезет. По кошельку это пьет не так сильно, особенно если вы будете краситься дома. То есть разница небольшая. Единственное, что при покупке этой краски в профессиональном магазине нужно уточнить, сколько нужно окислителя. И, соответственно, быть осторожным. Оказалось, что всю жизнь я мыла голову неправильно. Это для меня стало откровением, потому что, ну, казалось бы, что это помыть голову. Собрала волосы, намочил, вот так вот пошурухал там и на этом закончил. На самом деле система мытья головы совершенно другая. Первым делом шампунь, да. Я пользуюсь сейчас в настоящий момент шампунем «Натуру Сибирика». Много говорить о нем не надо, он уже везде разрекламирован. Я безумно довольна. То есть именно вот этот шампунь, именно вот этот сиреневый, он просто очень подходит моим именно волосам. Не факт, что он подойдет вам лично, да. То есть система такая. Нужно налить в ладошку на самом деле шампунь. И не наносить его на мокрые волосы целиком, да. А добавить немножко воды. В ладошках вот так это дело растереть. И вот такими вот движениями помыть именно корни. И если вы не делали до этого масляную маску, или у вас не очень жирные волосы, то в принципе мыть концы и мыть целиком все волосы нет необходимости. Потому что когда вы здесь намылить, у вас так или иначе будет стекать по волосам, и этого будет достаточно. Опять-таки не нужно скрипучего эффекта. Зачем он нам нужен? Особенно если у вас волосы не склонны к жирности. Вы поймите, что этот скрипучий эффект достигается воздействием очень жестокой химии на волосы. Это все приводит к зависимости. Кожа головы становится зависимой. Она продолжает вырабатывать сало. Мы его смываем. И так до бесконечности это увеличивает количество мытья волосы недельно. Нам нужен бальзам. Бальзам вот этот у меня сейчас. Я вот говорю, я от натуры Сибирики просто вот пищу. Бальзам отличается от маски тем, что чаще всего бальзам нельзя наносить на корни волос. Это может привести к их выпадению. И неправильное пользование бальзамом как бы ведет к тому, что у нас волосы, у нас нет объема, все прилипает. К голове, да, как будто бы мы шапку три дня носили. Могут выпадать, потому что бальзам будет забивать поры, и они не будут дышать и будут покидать дырную голову. Пока не забыла, хотела сказать, что может произойти такой эффект отмены. То есть, если мы всю жизнь пользуемся масс-маркетовскими шампунями, то кожа головы привыкает уже к этому воздействию. И при отмене этого компонента какого-то сильного химического может произойти какая-то реакция, например, перхоть начаться, там еще что-то. Но у меня такого не было, вот, я уже довольно давно пользуюсь органическими шампунями, которые не содержат вредной химии. Угораздило, как говорится, купить вот этот шампунь, да, который на всех полках супермаркетов, вроде как professional, used by professionals тут написано, между прочим. Но не написано, что это профессиональная косметика. Это ужасный шампунь, то есть, мне он ужасно не нравится, это не шампунь. Вот, très sémé, très sémé называется. Берегите свои волосы, переходите на натуральную косметику, да, мало того, что она не содержит злой химии, она еще и не тестируется на животных обычно, будем добрыми к нашим пушистикам. Важный момент, когда мы моем голову, мы не пользуемся горячей водой, мы используем только теплую, лучше комфортно теплую или слегка прохладную, если вам не холодно в душе, да. И когда я заканчиваю мыть голову бальзамом, бальзам я смываю сначала такой прохладной водой, потом еще более прохладной. И в конце я стараюсь вот сами волосы, вот эту часть, да, не наливая, чтобы вода не попадала на саму голову, сами волосы оплоснут, ну, довольно-таки ощутимо прохладной водой. Что нам это дает? Если вы знаете, то когда мы сушим голову феном, допустим, делаем укладку, то рекомендуется сначала использовать горячий воздух, а потом холодный, потому что холодный воздух фиксирует. И вот фиксация происходит за счет того, что от холодной воды чешуйки закрываются и как бы, ну, волос запоминает форму, да. То есть мои волосы имеют такую структуру, что, ну, они очень-очень пористые и чешуйки все время в растопырку, да. И ополаскивание холодной водой дает мне, ну, то есть они не блестят, очень сложно добиться блеска. Те, у кого укудрявые волосы, знают, что это такое. Соответственно, ополаскивание холодной водой дает мне очень хороший результат, то есть они действительно становятся глаже, и за счет вот этой гладкости они меньше спутываются, а значит что? Значит меньше ломаются. Ну, то есть это вот такой тонкий момент, но понимаете, вот из всех этих тонкостей, из всех тонкостей, как бы, создается вот эта общность, с которой мы можем, которая что-то меняет на самом деле. То есть перейдем дальше, про тонкие моменты. Ну, это, конечно, эфирные масла, то есть эфирные масла стали просто must-have. Этого я пользовалась эфирными маслами только в качестве каких-то лечебных процедур. Один близкий человек закончил школу по эфирным маслам. И делала специально для нас составы, которые я использовала. Допустим, у меня есть бутылек с маслом, который я все время пользую при насморке. Насморк проходит в момент. Я никаких капель уже давно от насморка не покупаю, да. Там состав от больной спины у меня есть, вот растяжек на коже, то есть я всем этим пользуюсь. Ну, а теперь эфирные масла у меня у самой появились свои собственные на полочке. Сейчас у меня три эфирных масла. Это масло чайного дерева, розмарин и лаванда. Все масла фирмы Франсила, масла очень хорошие, то есть это действительно качественные масла. Это не какая-то подделка, потому что у меня вот есть такое вот масло гвоздики, которое, простите, стоит 32 рубля. Воняет ужасно, оставляет дикие пятна маслянистые. То есть это какая-то либо химия. Я даже им не пользуюсь, я боюсь им пользоваться. Здорово, если у вас есть возможность, если у вас есть увлажнитель воздуха, вот мой, к сожалению, сломался, включать его, особенно когда центральное отопление для волос, это просто беда. То есть у меня волосы сразу топорщатся во все стороны, потому что, благо наши у нас батареи в квартире не очень сильно работают, и поэтому я хоть и мерзну, зато они так сушат кожу и волосы. Теперь маски для волос. У меня вот такая волшебная маска, продолжаем хвалебные песни, «Натура Сибирики». Маска для укрепления роста волос. Она просто божественная. Но опять-таки, может быть, она для ваших именно волос не подходит. Мне кажется, она очень-очень питательная. То есть вообще, что я еще делаю? Я беру две столовые ложки, мне где-то хватает на голову этой маски. Добавляю туда одну столовую ложку какого-нибудь масла растительного, например, кокосового или какое у вас есть, хоть оливковое. И три капельки, в последний раз добавляла пять. В принципе, это зависит совершенно индивидуально. То есть масло розмарина, поскольку оно стимулирует рост волос. Да, и все вот это перемешиваю и прямо вот, начиная с корней и до кончиков наношу. Написано 10-15 минут. Все, потом смыть волосы. Просто шел. Молдебена. Японская косметика, профессиональная для волос. Когда-то я ее обожала, а сейчас как бы, ну, спокойно к ней отношусь. Она довольно дорогая. Этому тюбику уже не знаю сколько лет, он древний. Это масло для волос с кератином, для кончиков волос с кератином и тарам-парам. Я каждый-каждый вечер перед тем, как ложиться спать, делаю две вещи. Это массаж кожи головы и нанесение этого масла на кончики. Потому что они все время страдают, им все время не хватает питания, влаги. Они от этого ломаются. И поэтому вот это масло, оно смягчает их. Как бы, да. За ночь оно впитывается, в принципе, в мои волосы. И практически не дает мне жирного блеска. Нам, конечно, с вами повезло. Потому что вода из-под крана у нас льется просто божественная. То есть кожа, волосы, все просто... Ну, мы должны петь песни финскому водопроводу. Потому что то, чем моют голову себя люди в Москве, например, да, это же одна сплошная хлорка. Это кошмар. Может быть, как-то можно отстаивать воду в каком-нибудь ведерке и потом ополаскивать ее уже с меньшим количеством хлорки. Я не знаю, это кошмар. Или кипятите, кипяченое ополаскивайте. Смотрите. Для себя рецепт. Вот это супер вещь капуст. Это профессиональная косметика. Ее можно купить только в салонах. Я даже не уверена, продается ли она в Финляндии. Вот этот бутылок стоит всего 500 рублей. Здесь 500 миллилитров. То есть, на мой взгляд, это дешево, да. Это тоник, увлажняющая сыворотка для восстановления волос. То есть ее просто можно пшикать на волосы. На влажные. Я иногда пшикаю на сухие. Главное, не переборщить. Это тоже будет грязный вид. И она очень хорошо увлажняет. То есть, это просто мега вещь. Касательно тестирования на животных. Она производится в Европе, в Западной Европе. А в Европе все-таки законодательство не позволяет тестирование косметики на животных. Косметика, производимая на территории Европы, она не тестируется на животных. Особенно, если говорить о таких странах. То есть, допустим, Англия, Бельгия и Нидерланды. Это три страны, которые совершенно точно не тестируют свою косметику на животных. Другие страны не могу сказать. Я точно могу сказать, что вся косметика из Китая, она тестируется на животных. И вся косметика, которая продается в Китае, эти фирмы спонсируют тесты на животных. То есть, потому что нельзя выйти на китайский рынок, не оплатив эти тесты. Соответственно, такую косметику видали мы. Локситан, например, тоже вышел на китайский рынок. Поэтому, до свидания, Локситан. Соответственно, кстати, Европа собирается, очень хочет забанить также и продажу, косметики, которая была тестирована на животных. Но это нереально на данный момент, мне кажется. Потому что это все основные бренды, как Лориаль, Шанель, Эстелаудер. Вся эта косметика тестируется на животных. Это огромные бабки. Франция там кипишует, что нет, нет, мы против. Потому что, ну, действительно, это страна Лориаля. То есть, Лориалю принадлежит очень много брендов. Вот, допустим, новый магазин Кехлз. Я даже не знаю, как он правильно читает. В СО у меня открылся, да? Новый магазин косметики какой-то. Это тот же самый Лориаль. Он спонсируется Лориалем. То есть, тоже мимо. И последнее, что сегодня я хотела сказать, это вот приобрела такие Тиана. Это русская, кстати, фирма. Вот про Россию вообще всегда сложно узнать. Тестируют, не тестируют на животных. То есть, основные бренды, это понятно. Заходишь на сайт Пета, и там все ясно. Тиана. Несмываемый концентрат для утолщения тонких волос. Усиление их роста и придание дополнительного объема прическе. Там внутри такие забавные ампулки. Может быть, своим медицинским видом меня все это привлекло. То есть, да, у меня усталость уже мало. И их нужно втирать один раз в день. Течение 10 дней. Здесь 10 ампул в кожу головы. Называется Катарина. Ну, то есть, у них много разных ампул есть. И для лица, и для всего. У меня очень заинтересовал их каталог. И у каждого препарата, скажем так, свое название или имя. Это Катарина. Мне этой Катарины, тезки, хватает на самом деле одного тюбика на 2 дня. То есть, я его пополам делю. И получается у меня не 10 дней, а целых 20 с этими ампулами. Мне кажется, так вот будет эффективней. Ну, и, соответственно, как бы я ее наношу на корни волос только. И потом так массирую, 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 чтобы был приток крови, чтобы все питательные вещества дошли до лукового целоса. А, да, еще очень важный момент. Я отказался от расчески. Ну, вообще, кудрявые волосы, на самом деле, кудряшки знают. Их не надо расчесывать, потому что, если ты расчешешься, ты можешь стать похожим на афроамериканца. Такой. И это будет не очень симпатично. Потому что афроамериканцы, у них такие красивые формы, да, а это будет просто метелка на голове. Поэтому волосы я расчесываю в основном, то есть за последний месяц я пользовалась расческой, наверное, раз-два. И то только где-то вот не до конца волос. Расчесываюсь я руками, потому что ручки мягкие, да, в сравнении с расческой. И это не травмирует кончики волос. И я вам хочу сказать, что последний раз я стрелась два с половиной месяца назад. Обычно у меня к этому моменту уже все сечется и отваливается. У меня вообще почти нету секущихся кончиков. Вот. Я вам того же желаю. Будьте красивыми, любите себя, любите своих близких, будьте счастливы. Подписывайтесь на мой канал. Там есть кнопочка подписаться. Читайте мои новые вегетарианские рецепты. Может быть, даже будут видеорецепты какие-нибудь. Все. Люблю. Зеленого всем дня. Пока. Вот так я ухаживаю за своими волосами. Теперь. Так. Что еще я хотела рассказать? В переходе от вокзала к стопу, например, через такой вот паволочек. Чай там какой-то. Я это точно не помню. Итак, я начала. Как вообще? Ну, я... Я занимаюсь с косметикой, с этичной косметикой. Птицы мы любим. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...